Привет всем, друзья! Доброе утро, добрый день! Все, вышли из нашего Матейка погулять по Кракову. Ну, наш отель, да, обладеем уже. Вот, и знаете, я себя ловлю на основе, мы уже второй день в Кракове, что я постоянно ищу гномов. А гномов в Кракове нет, есть только бублики. Помните, мы искали гномов во Вроцлаве? Это такая фишка Вроцлава, когда маленькие фигурки ищешь, фоткаешься с ними, классно вообще. Мне такая сразу раз, раз, а гномов нету, вот смотрите. А гномов нету, вот, а так вот сразу под каждым, можно сказать, под каждым кустиком, под каждым каким-то прилавком был гномик. А сейчас вот идем вперед. Кстати, планируем просто ради понта, почему-то мне захотелось посетить сегодня Second. Secondhand рядом с нашим отелем есть, не знаю, разрешать ли там снимать, но интересно. Учитала, что можно найти посоветить какие-то брендовые вещи, и не задорого. Вот, возле нашего отеля идти три минутки. К сожалению, о, наша кафешка закрыта. Может, шорт себе уже сняла, а дверь открыта. Наверное, ремонт делают. О, как же вкусно мы здесь ели. О, такие, это они пока. А, да. А мы на завтраке сегодня звуки слышали. Оставлю видео в описании. Вот, напротив памятника битвы Грюнвальда. Ну, жалко, конечно, но ничего. Смотрите, какой Краков красивый, зеленый. Ой, июль, месяц, лето. 24-го года, да, уже идем. Вот, так что переходим. Здесь трех минутах ходьбы должен быть Secondhand. Посмотрим, работает ли он. Расрешать там снимать. Если ничего интересного, просто продолжим с вами гулять Краковым. А ну-ка, только не Грюнвальду, как мы подумали. А Грюнвальд же был в этом, в мистических тварях. Вот, а битве при Грюнвальде, ну, короче, мы это вот не очень сильны в истории. Просто есть такой красивый памятник, такой красивый Краков. Вот уже Барбакан видно, смотрите. Центр там. Очень много плейлистов про Краков. Краков 2022, Краков 2023. Все показали уже, с вами все посмотрели. Поэтому, сейчас уже такое, аккуратно, ступеньки, пеньки здесь. Вот, велосипеды. Кстати, очень много велосипедистов встретили, когда вчера ехали из Хэмптона в Матейку. И повторюсь, кстати, вот послушали отзывы, почитали, вызвали таксиболт. Он стоил 22 с чем-то зло, 23. Я уже, наверное, рассказала. А так бы стоило 50, то есть, ну, в два раза больше. Либо нам дали скидку, потому что я первый раз зарегистрировалась в болте. В болту, в болте. Короче, таксиболт. Вот, такие вот наши вам советы. А мы пока идем вперед к Краковам и ищем этот секонд-хенд. Кстати, отошли вообще пару метров, да? Памятник Грюнвальду. И вот люди сидят, кушают. Очень много кафешек. Мы в эту улицу никогда не заворачивали. Но тут кафешечек просто, чтобы поесть, очень много. Вообще, и с хлебушком, и кофеек, и салатники. Наташа увидела какой-то старый Клепардс. Просто очень красивое место с цветами именно. Наташа такая, ага, давайте зайдем. Давайте за Наташей пойдем. Напоминает такой дворик, в который мы заходили во Вроцлаве. Помнишь? Это рынок. Давайте посмотрим. Так, народ шли на секонд, попали на рынок. О, прикольно. Отдел с алкоголочкой. Ох. Вкусняшек хочется, конечно. О, и рогалики. Сколько стоит? 55 злотых. Так понимаю, за килограмм, да? Ну да. 55 злотых прилично. О, такая штучка. Сочник 15 стоит. Схоже, да? Ну и нам нужен сочник. О, всякие медики, добавочки. Ммм, это-то вот интересует Наташа. Нас интересует вот это вот, после Эмиратов. Ох. Всякая шиночка вкусная. Как обычно, мы с вами идем, гуляем. Не дошли до нужного места, свернули и смотрим. Да, это рынок такой. Кстати, странно, не знали, что рынок возле Матейко есть. Ух ты. Марокканский какой-то хлебушек. Шесть, а три за пятнадцать. Наташа, иди посмотри, тут чифалафель, чимарокканский хлебушек какой-то, смотри. Хлебик марокканский. Ух ты, смотрите. Шесть штук. Всякие такие штучки по шестнадцать. Это вот бутерброд. Это очень большая, это, я не знаю, это очень большая котлетка. Лавашики делают шикарно вообще. Это поляфель, 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 класс. Вообще, фрикинь. Цена вот такие вот, двенадцать. Ну, двенадцать нормальная цена вообще. Ух ты, ну идемте вперед. Только город просыпается. Хотя нет, здесь есть уже. Мы сидели, ждали. Пока тревога пройдет, чтобы написать маме. А то у нее нет программы. И я ей пишу, что когда заканчивается тревога в Киеве. Вот такие булочки вкусные. Кто на велике приехал. Даже, говорит, можно жить. Мы в кофе ходим. Хотя вчера, может, я уже шорт сняла. Я вышла, купила нам. Это были не зразы, это были картопляники и супчик. Мы покушали вкусно. Так, крошечку. Хочешь булочку с маком? Нет, пока ее наеду. Пока мы только позавтракали в нашем отеле Матейко. Очень прилично. А, кстати, вот сладости арабские. Вот это арабская сладость и турецкая. Да, смотрите. И такой вот. А даже не знаю, что это какой-то как-то тортик. Как халва. Как развалюшечка такая. Ну, видно, что так и должно быть. Короче, так. Рыбка есть. Ну, попутка. Начнем, как обычные поляки. Посмотрим, что есть с вами на рынке. Хотя это понедельник, кстати. На рынке же мы когда-то с вами обычно ходим. Ну, обычно ходим суббота, воскресенье, да. Всякие свечки. У Наташи такой даже не нравится. Не свечки, а вот эти вот палочки. Вау. Ну, у Наташи есть мобильный робинг в телефоне. Это проблема. Потому что очень тяжело теперь найти Наташу, которая переписывается и отвечает всем постоянно. Сыхала. Нашла Наташу. А, ты выясняла, что это? Сыхала вонила. И шутил тени. Вонила. Ага. Без суху шутил тени. Прикольно. Я думала, что ты в телефоне. Говорю, Наташ, ты живой натип, потому что она в телефоне. Арабские ароматы. Парфюмы арабские. Ярочки. Нет, это сок. Ну, вот таким вам показали. Это шорк, с охотой. Вот есть палочки, которые ты любишь сжечь. Я такая думала, Наташ, что там застанет в палочках. Это мало. Это один вариант. Только после там сколько вариантов у мужчины. Я к ней не уезжаю. Сузи, как и не уезжали. Да, вот они. Все арабаты. Все Наташи нашли. Народ гуляем дальше. Парфюмчики, кстати. Прикольно. Такой зеленью. Прям такой удар в нос зелени. Такой классный запах. Ну да. В Амиратах тоже есть такие рынки. Но там нужно брать машину, ехать и покупать. Очень много. Знаете, как усынила. Помните, фирма усынила. Видео про ферму. И у него много всякой зелени, всяких овощей. И, конечно, он вот возит на рынке. Но нам как бы нужно буквально там килограмм в неделю. Поэтому мы на рынке не едем. А вот такая смокота. Не, Наташа уже где-то вот потеряли мы с вами Наташу. Пора возвращаться. Что-то она, по-моему, пробует. А, на духе, кстати, вот там вот в корзинке лежали духи. Видимо, это может быть что-то винтажное. И, наверное, Наташа может найти сейчас. Говорю, что он может найти что-то винтажное. Здесь, наверное, какая-то раскладажа. Нет, цена, Ролотафа, вон, девась. Наверное, посмотрите. А, я думала, знаешь, какие-то ненужные парфюмы, но они могут иметь ценность. Но почему они так лежат просто? Ну, и вот, можно найти за, может, небольшие деньги. Я просто думала, какой-то Гуччи, Луи Виттон, знаешь, типа вот такой вот древненький. Так, ладно, народ, мы с вами сейчас посмотрим еще немножко рынка. Боже мой, чувствую, что секонд мы вам посмотрим в другом видео. Если вообще мы его найдем с вами, посмотрим. Это же и женщина, и ничего прикольно, прикольно. Сейчас Наташа расскажет. Сейчас скажет наш эксперт нашего канала и сейчас продавец. А этот сколько, Наташа, спрашивает? Боже, Наташа, столько парфюма везет, что вы только знали. Ага. Слушай, 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 тут сам-то 165. 165. Сужезай, да, прилично, по-моему. 165 злотых, да? Все, богато. Да, это богато. Перешли мы с вами в другой ряд, точнее, в третий ряд. Что-то Наташа там понравилось. Еда какая-то, ух ты. Давайте посмотрим, что за еда есть. Ох, какая котлетка прям, всякие штучки вкусные. Вареники, елки, полки. Это же можно взять, сесть, но я хочу, наверное, ето я сейчас. Да? Блинчики, класс. А тут же она за микроволновку все равно. Класс. Взять, сесть, взять с собой, сесть поесть, как женщина пушает. Вообще класс. Это тема, это же возле нас прям. Вот продают бижутерику. Наташа, он бижутерия есть, кстати. Есть обувь. Не знаю, обувь прикольная, неприкольная. Мне в форсовке бы, я в таких-то не хожу. Но вот такие сандалики, мне, кстати, интересуют 85. Вот эти вот красивые, крайние, синие. И макосинки ничего еще. Ну вот такие вот, типа, скетчерсов. Прикольная. Не, вот смотри, вот такие вот. Вот такие мне нравятся, такие. Красивочка они будут. Так что? А вон бижутерию, нет? Не хочешь поставить клубы, нет? Сюда все, вперед, идем, смотрим. Видите, такой рынок прикольный. Что есть и еда? Да, мы не знали, выставляете? Есть и еда, и всякие вот. А мы весы искали, помнишь? Зонты, весы, розетки. Почему мы пошли на старый рынок? На старый рынок мы нашли, весы, чтобы я еще раз перевес, когда мы в Эмираты летели, назад возвращались. Еще тут есть. 5 злотых вот такая вот булочка, мы хала называем. А вот такой вот 34 килограмм вот такой вот. Сюда будет взять булочку попробовать у них смачно. Смаком. А, булочка с маком, да, хотелось бы. Ну, а я же говорю, мы так на завтраке объелись. Что, честно? Ой, что это такое? Ой-ой-ой, народ пишите, а что большой мандарин? Это что? Ну что это? Тыква? Ой, думала большой мандарин. А, бобы сейчас модно. Да, бобы продаются сейчас. 22. И гранатики 15. Бананы 9,50, кстати. Просто так, чтобы цены вам скажу, чтобы сравнить. Давайте капуста 10. Капуста 10. Вот. Что еще вам? Редисочка 3,50. Это чуть меньше доллара. Малинка 14. Такая штучка это 14. И малинка 8 есть. Господи, как эта штучка называется? Не шелковица, а как? Шелковица. Это не шелковица? А, шелковица. Ежевика. Ежевика это, ежевика. Все это не шелковица. Ежевика это как-то. 163. Аптека есть. Нужно в аптеку тоже зайти, да? Ох, сколько сладостей. Народ, глаза разбегают. Ой, какие публики прикольные. Мосятки. Ну, цены нет, кстати. А вот есть 11,50. Просто эти зеленые, это какие-то синие. Наверное, с кунжутом и просто, и без кунжута. Кофе уже дальше. Смеции. Ну, попсикола разные такие есть. И там, нутелла, и кетчупы, и соки. Ну, уже выходим так. Просто мы вам показали чуть-чуть первый ряд, чуть-чуть последний ряд. А тут еще и второй ряд, но мы как-то из него выбегали. Вот такие растения 10 стоят. Красивые очень, кстати. Ой, вот эти вот красивые завозы. Вообще красота. Ну, если бы можно было довезти в Киев, можно было маме букетик привезти. Вот, по 40. А? 20. Помните, Наташа везла. Чувствую до сих, букет. Да, до сих пор стоит. Вот такую лаванду вы покупали в Кроватии на сувенироваться. И в пакете как просто. Спишь очень хорошо. Да, к сожалению, наших людей будет взрывом. Так что, ну, вот так вот мы с вами рынок посмотрели. Сейчас, я надеюсь, все-таки направимся на секонд, если возвращаться снимать, если мы его найдем. А вот стоит. А вон какая красота еще виднеется. Что это такое вообще? А я все может туда выходить. Ты же не помню дальше. А г tan. Академия в Карифе И теперь меня. 28 видно? 28 стоит. Просто сейчас тут музыка играет, поэтому мы постараемся. О, какие игрушки. О, какое кресло, оно тоже продается. Пошел. Пошел. Хюмель, кстати, неплохая олимпийка. Меньше 10 баксов стоит. Такая, а что будет большая на меня будет? Не знаю, что посмотрим, но это хюмель. Это широкая хюмель. Да? Я не знаю такую. Иди по облаку, кстати. Ну да, видно, что с эком как бы, ну как. Ну что походим, тут такие шмоточки, вещи. Шкода, что нет такого. Ну это еще не тот сяком. Капюшона не имеет. Ну не знаю, можно смотреть, но это еще не тот сяком. Это мы еще и пойдем. А есть какие-то карманы в середине еще? Нет, в середине нет. Какие так? Неа. Ну подожди, бирочка есть? Фюмель, да, значит ты настоящая. То есть под бирками шлишь смотреть. Не знаю, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok